Здравствуйте, уважаемые жители России! Вас приветствует самый северный край страны, где идет период белых ночей – Республика Саха-Якутия. В этот праздничный день мы присоединяемся ко всем поздравлениям, желаем вам мирного неба над головой, семейного благополучия, достатка и просто отличного настроения. Ну а какой же праздник без застолья? Это просто невозможно себе представить и даже немыслимо. С вами Светлана Трофимова и я познакомлю вас с кухней Якутии, которая, к слову сказать, очень разнообразна. И все благодаря тому, что в ней проживают много народностей. Каждый раз, когда в нашу республику приезжают гости с разных уголков нашей необъятной планеты, мы обязательно знакомим их с нашей национальной кухней. Сегодня мы тоже покажем вам несколько рецептов. Обязательно узнаете рецепт якутских пирожков с жеребятиной, которые называются сандалы. Попробуем якутский национальный напиток кумыс, и дело не обойдется без всеми обожаемой строганины. Хотите знать, что это такое? Тогда присоединяйтесь к нам. Ну а прямо сейчас настало время представить вам человека, который знает о якутской кухне абсолютно все. Знакомьтесь, маэстро якутской национальной кухни Иннокентий Тарбахов. Здравствуйте, Иннокентий Иннокентий. Здравствуйте, дорогие россияне. Сегодня большой праздник – День государственности нашей России. Желаю вам здоровья, благополучия, стабильности и счастья в каждом доме. Ну что, Иннокентий Иннокентий, мы приступаем. Я знаю, что ни одна гастрономическая карта России не обходится без якутской кухни. Так же, как и якутская кухня, не обходится без якутских пирожков сандалы. Раскрывайте секрет и хитрости этих пирожков. Ну вот, дорогие россияне, секрет наше тесто – оно готовится к кефире. Берете 200 грамм кефира, 100 грамм, 15% обычной сметаны. Все это соединяете, и туда всего кладете два яйца, соль и, конечно, соду. Все, когда мы соду и соль положили, мы вот эту массу взбиваем вот этой штукой, называется «тык». И оно кипит, потому что сода нейтрализирует кислоту кефира и сметаны. И потом на нем мы готовим вот такое мягкое, такое чудесное тесто. И из этого теста мы будем готовить пирожки. Ну, перед тем, мы должны все-таки, наша начинка обязательно жеребятина пропускаем через мясорубку. Добавляем туда обязательно побольше лука, черного перца и соли. Затем добавляем слегка отварной рис. Затем наша заправка в чем лежит? Вот включите, пожалуйста, мне вот это. Вот сало комское, внутреннее. Мы должны его обязательно обжарить, чтобы заправить это все. Оно сейчас обжарится. Масла добавлять ведь не надо, потому что и так жира очень много. И обязательно он пусть пока шипит, пока он сделает. И когда он зашипит, мы обязательно должны немного добавить якутского дикого полевого лука соленого. Кстати, сейчас у нас же период сбора лука идет, так же, как и период белых мячей. Потому что сейчас период сбора дикого лука, так как все нации, все кушают сезонно. И вот у нас сезон лука начался. И как сандалы не заправить таким ароматным зеленым полевым луком? А вы успели съездить собрать лук? Да, я успел. Поделитесь секретом, куда ездите? Мы съездили в прекрасную реку Ботома. Ой, как пахнет этот ароматный, прекрасный зеленый лук соленый, который мы приготовили на проб на всю зиму. Вот мы заправим, перемешаем. И когда он будет в пирожках, очень отдаст чудесный, такой неповторимый вкус обычных пирожков. Вот в чем будет секрет наших сандалов. Ну, может быть, если российские телезрители заинтересуются все-таки нашими якутскими пирожками и не найдут же ребятину, что по традиционному рецепту, можно ли заменить это другим? Можно, это, свиное сало можно заправить. Ну, почему? И баранина пойдет, и говядина пойдет. Почему? И заправить надо, конечно, сальсой. Обязательно. Это обязательно. Еще одна хитрость. Хорошо. Пока мы будем раскатывать тесто, может, мы уже масло нальем в сковородочку? Да. Чтобы все-таки нужно жарить в раскаленном масле, правда? Ну, давайте теперь порционировать будем мы наше тесто. Слишком большие мы не делаем, ну, чтобы аккуратненько было. Я знаю, что вы по-особенному как-то заворачиваете пирожки. Обязательно прокомментируйте и покажите. Это традиционный якутский узор. Оно называется блеою. Очень интересно. Кажется, что такие колобочки маленькие, но они должны, видимо, я так понимаю, секрет соды там все раскроется и будет на сковородочке пышненькие пирожочки. Да, да. Как часто вы готовите это блюдо? Дома? Дома? Ну, по праздникам готовим. Внуки, внуки любят. Дедушка, когда я в выходной, иногда ленюсь, но когда внуки просят внучки, конечно, я не отказываюсь. С удовольствием. С ним и вместе мы готовим. А что еще они просят, кроме сандалов? Ну, конечно, оладушки нашей бабушки. Уже бабушка готовит, не вы. Нет, оладушки это бабушка. Как тонко нужно или как толсто раскатывать? Тут весь секрет. Тесто, видите, не крутое. И поэтому не обязательно тут тонко раскатывать, потому что оно в руках, и когда фарш будет туда, мы положим, оно растянется. И все равно тесто будет не слишком толстым. И все получится. Ага, и все получится. Ну, вот лично у меня в пирожках всегда проблема вот с защипыванием. Вот почему так происходит, я сама не знаю. Вот я хочу, чтобы вы все-таки зрителям показали. Ну, вот мы показали вот так. И берем вот эти два пальчика, вот сжимаем, даже можно чуть-чуть притянуть, и половину оставляем и сжимаем. Ага, вниз оказывается. В половину вот так. Ага, вниз. Я почему-то все время делала наверх. Ну, может, это не принципиально? Нет, оно тонко должно быть, не слишком толсто. Вот видите? Ага. И оно вот такой узор. Форма? Видите? Замечательно. Ага. Ну, вот так. Я бы тоже хотела попробовать. Сейчас я... Вы мне раскатайте. Ага, я вам раскатаю. А я узор. Ага. А вы... Хорошо. Делайте. Чего стоять разговаривать? Вот, ну, и это... И поделать. Ага, поделать. Ну, поразговаривать, поговорить нам все равно придется. Ну, слово якутское сандалы, сандал, это является как бы до старых. Сандал, это по-якутски богатый, накрытый стол, угощение. Даже есть стол у нас, да? Да, да. В форме вот круглая сандалы. Так. Обязательно, чтобы попало сало туда. Да, да. Защипываем. Тонко. Ага. Я вот прям запомнила ваш комментарий. Тонко-тонко. Немножко подтянуть и заворачиваем от себя. Ой, мне мука нужна. Пожалуйста. Оттянуть и вот сюда. Посмотрите, у меня получилось. Получилось. Вот так. Ну, на первый раз простительно. Я вас научу, как класс. Обязательно надо класс, вот, чтобы брюзги туда пошли. От человека. Ага, от человека. Так, не надо вот ту сторону. Так, вот наши пирожочки жарятся. Поскольку нам нужно переходить к следующему блюду, представьте нашего, вашего помощника сегодня, кто будет дальше работать с пирожками. А мы перейдем к якутской каши. Сегодня у нас вместе со мной работает шеф-повар КФ «Седьмое небо», победитель Ордынских игр, победитель этот в путь России в городе Ярославле. И Иван Решетников, повар шестого разряда, шеф-повар КФ «Седьмое небо». Да. Иван, ну вы жарьте пирожочки наши, а пока мы переходим к якутской каше. Саламат, расскажите секрет этого традиционного блюда. Ну, саламат готовят очень многие тюркские народы. И оно вроде бы несложно, но в состав саламата обязательно должно входить сливочное масло и молоко, и вода. Можно даже готовить без молока, только сливочное масло, мука и вода. Ну, так как у нас сейчас надоев полно, молока полно, и почему бы не сдобрить саламат на молоке. Так, у нас осталось буквально два пирожочка. И я уже, мне уже не терпится приступить к саламату. Ага, сейчас приступим. Вот в саламате оно же традиционно, это просто вот молоко, масло, да. Я знаю, что там есть множество заправок. Я, например, очень люблю сотворным языком оленя. А какое у вас любимое? Ну, вот эта основа саламата, этим саламатом сдабривают якуты своих, этот, богов. Ага. И потом через огонь тоже сдабривают богини-роженицу. Ага. И саламатом обязательно угощают первородку. Вот так вот. Потому что это блюдо очень калорийное. И когда я спрашивал у своей супруги, и она сказала, после саламата человек отдыхает и хочется спать, и добавляется в груди молоко. Ммм, как интересно. И поэтому его обязательно. И потом оно быстро готовится. В каждом доме есть это ингредиенты. И поэтому гос зашел из мороза. Опа! Из мороза. И обязательно будут угощать его быстро, чтобы он калорий получил. Тепло было. Ну все, пирожочки у нас на своем месте. Что нам понадобится для этого еще раз? Ну вот саламат, у нас сливочное масло, мука ряда и молоко. Молочко вот у нас. Ага. Все. В какой посуде мы будем это все делать? Это мы будем делать в кастрюлечке. Ага. Иван, вот, Иван уже принес нам кастрюлечку. Вот в этой кастрюлечке. Мы обязательно будем первый класть это сливочное масло. Сколько грамм для этого понадобится? Ну, здесь находится 150 грамм. До какой консистенции нам нужно довести ее? Не надо, чтобы кипело, правильно? Кипело. Наоборот. Ага. А лично вам? Лично вам? Давайте перед зрителем мы покажем, сколько ложек туда положить. Давайте. Мы всего положим один такой мукой. Все. Значит, на 150 грамм столовая ложка с горкой. Ага, горкой. И оно должно обжариться на масле, чтобы мука перебрела запах каленых орехов. Тогда саламат будет вкусным. Угу. Давайте молоко добавим. Все, мешай. Так, полстакана молока мы налили. Так. Оно махом схватывается. Я надеюсь, зрители все видят. Ароматы действительно идут. И даже я действительно улавливаю каленый орех. Ага. Теперь добавляем горячее. Давай мешать, чтобы консистенция была не густая. Просто кипяток? Ага. И почему воду добавляют? Вода дает, когда вот молоком смешали, оно расходится, не соединяется. А когда мы воду добавили, они соединились, и каша перебретает глянцевый. Эластичный становится. Эластичный. Здорово. Вит. Угу. Так, а соль? Соль по вкусу. Угу. Ну, мы не будем. Да? Да. В принципе, уже готово. Да, да, да. Угу. Я люблю саламат. Люблю не то слово, обожаю. Ммм, Иннокентий, Иннокентий, я бы соли добавила. Очень вкусно, но мне чуть-чуть соли не хватает. Ну, соли мы нет, не хватает. Очень вкусно. А вы научили своих внуков делать такую кашку, Иннокентий, Иннокентий? Умеют. Да? Как красиво. Пирожки готовы. Я надеюсь, зрители уже... Ой, спасибо. Угу. Что мы еще будем сейчас готовить? Успеть бы все сделать? Ну, сейчас традиционно, конечно, мы народ северный. И, наверное, россияне ждут, когда же все-таки якуты угощат будут нашу астроганину. Да. Поэтому сейчас вот баня перед вами сделает астроганину. Ну, сейчас лето, мне пора астроганину. Ну, все-таки праздник, День России, и мы обязательно должны показать, это прекрасное блюдо интернационально. Как шкурка у вас, Иван, прям понакатанная. Обязательно вот шкуру мы кладем на тарелочку, чтобы астроганина долго держала свой холод. Обычно на застольях успевают люди, лишь бы не растаяло. Потому что вся изюминка в том, чтобы рыбка была замороженная. Вот, видите как. В старину маканину делали. Это уксус, горчица, соль, перец. И туда макалы и ели. Оно называется по-простонародному маканина. Из сусукса, перца, горчицы. Ну, сегодня Иван выбрал один из способов. На самом деле их же много. И стружка. Тут вот это как называется? Ну, не кубики. Ну, стружка тоже. Тоже стружка, но она короткая. Да. Это брюшка он сделал специально, чтобы... А вот... А вот и стружка пришла. Вот и стружка. Омуль, муксу. Ну, таймени можно. Ну, вы лично, какое у вас предпочтение? Я люблю традиционную эстера. Я на самом деле не разбираюсь. А вот морской омуль, это очень вкусный и очень жирный. Я, с вашего позволения, я не удержусь. Я возьму свою стружечку, свою часть. Макаю соль с перцем. Ребята, это божественно. У меня нет слов. Мне даже комментировать ничего не хочется. Очень вкусно. Молочные рейки. Сейчас мы будем наливать кумыс. Как праздник такой летний, без кумыса. Спасибо. Дорогие россияне, поздравляем еще раз российским днем. Желаем еще раз благополучия. И пусть окрепит наш мирный, добрый, чудесный праздник кумыса питье. Действительно, я присоединяюсь к вашим словам, ко всем вашим поздравлениям. Путешествуйте по России и обязательно загляните к нам в Якутию на огонек. С праздником, друзья! И приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин